Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Можно ли изменить отношение к работе или поможет только увольнению? Мне 25, работаю в компании почти 3 года оператором колл-центра. Работа морально тяжёлая, почти наказан против звонки, приходится выслушивать негатив или недовольство клиента. Последнее время стало остро реагировать на звонки любого характера. Даже когда просто звонят, что-то узнают, клиенты стали раздражать банальными вопросами, манерой речи или просто даже по голосу. Во время моей работы у нас полностью сменился коллектив, все уволились. Я уже не первый месяц подумал об увольнении. Подскажите, пожалуйста, как понять, это я столкнулся с угоранием или мне в принципе не стоит работать с клиентами? Часто моя работа заключается в общении методом переписки и это моя любимая часть. Клиенты задают те же вопросы, высказывают те же претензии, но это меня никак не задевает. Раздражение появляется только при живом общении. К слову, я с детства была необщительным ребёнком и интровертом, любила сидеть дома и дома читать книги и сейчас могу выходные провести дома, никуда не выходя и ни с кем не общать. Может быть просто живое общение с людьми не для меня. И стоит без газ работы не связанную с общением с клиентом или негатив к клиентам. Можно проработать с психологом. Ну, я бы сказал так, что негатив к клиентам не имеет отношения к кому интроверции или нет. То есть, при проявлении интроверции, на мой взгляд, возникает ситуация, при которой человеку просто не хочется или просто не интересно общаться с людьми и он просто не общается с людьми. И всё. То есть, нет такого, что именно какой-то вот негатив обязательно в данном случае должен появляться. Поэтому негатив скорее свидетельствует о том, что вас это как-то лично задевает. Я бы так же не стал говорить однозначно и о выгорании. На мой взгляд, именно на мой взгляд, может быть у вас и нет выгорания, но просто клиенты вас задевают. Вызывают у вас, ну, вызывают на поверхность, скажем так, некоторые конфликты ваши. Вот, в том числе, ну, внутренние переживания вызывают. Вот, и как результат, как результат, вы себя чувствуете плохо. Поэтому, на мой взгляд, необходимо это разграничить, разделить и выяснить, что с чем и что от чего берет начало. Вот, потому что здесь можно ошибиться, здесь можно неправильно интерпретировать и в итоге вы получите ложную информацию о себе. И ничего бы, конечно, я думаю, не вам бы не хотелось, да, не кому бы еще, никому бы, ну, никому бы то не было еще. Вот, поэтому с психологом, на мой взгляд, вам имеет смысл в любом, наверное, случае проборить, потому что вызывает негатив, потому что вам как-то тяжело, плохо, больно. Вот, это первое. А дальше, я думаю, вы вполне можете сами решить, что вам делать дальше. Я думаю, что вы вполне способны решить, как вам поступать в дальнейшем и что делать. Вот, дело в том, что интроверсия не является какой-то такой, ну, серьезной, прям, проблемой, да, то есть вам нужно просто найти себя, найти себя, найти себя. Для себя комфортные условия, то есть для меня, например, не очень понятно, да, почему вы, вот, например, как-то находясь, допустим, в позиции, что вам, ну, неприятно работать с, допустим, ну, то есть, как вам, будучи необщительной, да, как вы пришли к тому, чтобы пойти в колл-центр, вот. То есть, ну, зачем, вот. Вот на этот вопрос, пожалуй, наверное, нужно ответить, да, то есть, зачем. Ну, и, конечно, если вам легче переписывать, то, по крайней мере, на момент, на время, по крайней мере, на время работы с психологом, если вы собираетесь это делать, да, вот, то, конечно, имеет смысл не подвергать себя такому, скажем, испытанию. То есть, опять же, по моему мнению, это просто, ну, элементарно ни к чему, ни к чему хорошему не привидет для вас, кроме, кроме только того, что вы будете чувствовать все большее раздражение и так далее, вот. Еще очень важный момент, а с чем связано раздражение, ну, то есть, вы как-то вот про него говорите, говорите, а с чем оно связано, с чем связано ваше, с чем связано то, что вы раздражаетесь, то есть, что с вами происходит, как клиенты вас задевают. Вот, еще вызывает вопрос, то, что вы опираетесь на других людей, как бы, то есть, как будто бы говорите, что, ну, вот, все уволены, да, и я, я тоже хочу. Так, ну, так можно понять, интерпретировать то, что вы говорите. Вот, опять же, здесь очень важный момент, очень важно, опять же, разобраться, чтобы вы сами для себя хотя бы ответили на вопрос, вообще, где, где, что и как. Вот, если вам работа неинтересна, то есть, опять же, это вопрос, касающийся реализации, то есть, если вам неинтересно то, что вы делаете, если вы не видите для себя какого-то развития, какой-то перспективы, вот, то, соответственно, вопрос, а зачем вы в этом месте? Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.